На льдой керлинг клуба «Пингвин» открыли первую группу для детей с 9 лет. У ребят из городского центра зимних видов спорта есть шансы стать профессионалами в этой олимпийской дисциплине. Тем более площадку не нужно делить ни с фигуристами, ни с хоккеистами, как это бывает в других городах. Лед здесь готовят именно для керлинга. Он отвечает всем нормам этого вида спорта. Что такое пэбл и зачем он нужен, узнала Вероника Иванова. Дорожка без пэбла не будет ехать и будет вести себя довольно странно. Айсмейкер-инструктор Сергей Горобец готовит лед для керлинга. Показывает, насколько неуправляем камень на некачественной дорожке. Далеко даже не укатится. Недалеко не укатится. Видите, как съезжает в сторону. Ну, съезжает в сторону, соответственно, от вращения, но очень сильно. Сейчас мы на дорожке, на которой более-менее подготовлены к игре. То есть камень поведет себя совсем иначе. Едет дальше и без заносов. Ведь трение меньше. На льду есть бугорки от разбрызганной воды. Или тот самый пэбл. Его айсмейкеры создают ежедневно и почти вручную. Перед каждой игрой должна быть подготовка льда. Ну, и так бывает. Отжиги делаются. То есть лучше делать пару раз за сезон. Это когда лед мы растапливаем. Затем его снова замораживаем, чтобы он выдавил все соли и грязь. Ну, и, соответственно, потом это снова срезается, зачищается. И дорожка заново подготавливается к игровому сезону. Айсмейкер Сергей заводит специальную машину. Почти как газонокосилка, только лезвие срезает лед. Аппарат срезает очень тонкий слой. Поэтому вот этот снег такой рыхлый и пышный. Вообще здесь нет никакой химии, никаких солей. Это чистейшая вода, проведенная через систему фильтрации. Вообще же под дорожками находится большая холодильная установка. 4,5 градуса. Это та температура, которая создает правильную, нужную для керлинга плотность льда. Здесь 15-20 тысяч литров замерзшей воды. После того, как верхний слой льда срезан, Сергей начинает наносить новый. Специальная лейка для разбрызгивания. И насадки есть с разными диаметрами отверстий. Движение строго по центру, чтобы равномерно разбрызгивать воду и формировать бугорки. После игры или тренировки поверхность нужно будет освежить. Тогда эсмейкеры вновь возьмутся за дело. На днях здесь соревновались местные керлингистки. Им не нужно делить лед с хоккеистами или фигуристами, как это бывает в других городах. Таких площадок вообще можно по пальцам перечесть. И, соответственно, уровень подготовки спортсменов, которые не занимаются на профессиональном льду, а приходят на лед, который каждый раз надо заново подготавливать, соответственно, очень разный. И те регионы медленнее развиваются за счет этого. Поэтому наш регион, благодаря нашему керлинг-клубу, довольно быстро уже за пять лет показывает очень хорошие, высокие результаты. А с января под флагом городского центра зимних видов спорта здесь начали тренировать первую детскую группу. Ребята пока только знакомятся со льдом, с правилами, с основами какими-то. Все, и дети, и подростки, и взрослые, все тренируются на одной и той же площадке. Поэтому все то же самое, инвентарь тот же. В мае же на этой площадке в Новосибирске пройдет чемпионат России. Вероника Иванова, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.